Ребят, ну перед тем, как мы начнем новенькую серию по криминалочке, давайте подведем итоги прошлого розыгрыша, который был весьма уже давно, почти месяц назад, и я напомню, что в розыгрыше был Крузак 200, поэтому прямо сейчас копируем ссылочку, заходим на ранстав, вставляем ссылку, всё, как обычно, один победитель, которого мы прямо сейчас и узнаем. И сегодня им оказывается Владислав Кавардаков. Ну что ж, Владик, поздравляем, давайте ему напишем. Так, отлично, личка открыта, пишем, привет, привет, поздравляю, ты выиграл Крузак на Радмире. Ну а мы переходим на Радмир. Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новую серию по Радмиру, играем, как всегда, на пятом сервере, и у меня вопрос. Я тут после каких-то событий очутился в больнице, у меня вопрос, почему она, блядь, протекает? Что не так с больницей, блядь? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То, что в больнице Лужи и дождь идёт Ладно, друзья, сейчас я отсюда выберусь И мы продолжим, потому что сегодня мы будем покупать Новую тачку, которая пойдёт на розыгрыш Ну что, друзья, я очень долго думал Честно говоря, какую тачку Мне купить Сегодня на розыгрыш Потому что вы понимаете, что только благодаря вам Благодаря тому, что вы указывали И указываете мой промокод Играя на Радмире на пятом сервере У меня есть такая сумма денег И вы знаете, что периодически я принял решение Что буду устраивать какие-то весьма хорошие розыгрыши Среди своих подписчиков Потому что, ну, как бы, ну Мне кажется, это справедливо Так вот, друзья, пока что этот крузак в моём владении Как мы вот в начале серии уже узнали Кто же получит его, кто оказался победителем И вот я, короче, думал Что же мне интересно То есть, ну, как бы, Сирия уже банально А как-то там что-то ещё, ну, не знаю И мне пришла в голову одна мысль Я не знаю, может быть, она весьма неадекватна Но, в принципе, как и Очень многое, что у меня вообще происходит в моей жизни Ну, да ладно, не будем о грустном Короче, друзья Во-первых, хотел бы вам сказать То, что вы можете в комментариях предлагать Каким способом, например, в следующий раз Мне выбрать тачку на розыгрыш Потому что вы заметили, что в последнее время Я все тачки покупаю в элитном автосалоне Не, на самом деле это, в принципе, логично Потому что именно в этом салоне Это, как бы, ну, самый дорогой автосалон В котором продаются самые дорогие тачки Но, на самом деле, друзья, вы можете реально предложить в комментариях Возможно, какой-то, ну, в общем, вы знаете Какой-то непонятный рандом Чтобы было и что-то вот такое интересное А сегодня, знаете, я куплю тачку по своему предпочтению Мы не будем спрашивать ни у Сири, ни у кого Но, друзья, сегодня я принял решение купить тачку Которая, на мой личный взгляд, переоценённая То есть тачка, которая не стоит своих денег Как бы странно это ни звучало Почему именно это я решил сегодня купить? Ну, потому что мне, честно говоря, даже интересно узнать Потому что я, честно, ну, заранее не смотрел Какая машина здесь, типа, переоценена Вот хочу сейчас прямо при вас это узнать И купить именно её Но, друзья, знаете, на самом деле это неплохо Потому что раз тачка стоит конкретную сумму Да, будь она неоправданна Как бы мы сейчас вот это попробуем разобрать Я, на самом деле, не знаю Потому что я такую машину даже не найду Но мне кажется, что такая есть И даже если она неоправданно стоит такую сумму денег Вы всё равно, допустим, ну, потенциально Я обращаюсь к победителю Что, например, можно её продать И, как бы, ну, за весьма неплохие деньги И, тем более, мы сейчас её, наверное, протюнем Сразу получим номерок Ну, всё как обычно Короче, друзья, давайте смотреть Очкоед, 7 миллионов Ну, окей, ладно, хорошо, допустим Ешка, 4100 Нормуль РС-6, 6 лямов Нормально Роуз-ройс, 13-ка Ну, это даже дёшево С-63С, 6 лямов Нормуль Авинтадор, 20-ка Нормуль Даже Авинтадоры сейчас и подороже есть Майбах за 13-ку тоже пойдёт Стингер за 5800 Вот это вопрос хороший Потому что Ну, есть, конечно, там Стингер 3.3 литра Который стоит И то, по-моему, даже в самом жире Не будет стоить 5800 в реальной жизни Так что Вот эта тачка уже Как бы подходит Под наши сегодняшние критерии Я, честно, ну, как бы 5800 Ну, такое Спорное Очень спорное Так Феррари 35-й за 6800 Нормально Пойдёт Просто 65-я За 5500 Очень даже дёшево Ау Оу Диэк Куатро За 2500 Я так понимаю, да Ну, как бы тут Учитывая, что эта тачка реально редкая Я думаю, что это Нормуль Ф-тайп за 4100 Тем более Версия SWR Это нормуль 84 за Панамеру Пойдёт Уракан за 14100 Нормуль Кью-седьмая В старом кузове За 5700 Ну, вот это, кстати, тоже борщ На самом деле Потому что, блин Это, я не знаю Какая-нибудь должна быть W12 Которая сохранилась Почти в новом состоянии Её тогда можно только за 5700 Было бы продать Ну, или купить Ну, это вот, да Так что у нас есть стингеры Кью-седьмая В первом кузове Первый рестайлинг Ну, единственный, в принципе Рестайлинг, который был М2 за 6300 Тоже перебор, на самом деле 4х4 в квадрате За 12-ку Нормально Даже дёшево Гелик новый За десятку Нормально Мустанг GC за 5500 Ну, 5-ти литровый Ну, типа, если новый Ну, нормально, ладно 221 за 3200 Но это должен быть тоже В идеале Какой-то там Прям вылизанный весь X5 Нормально В F-кузове Пульман за 25 Нормально Урус за 11500 Дёшево ГЛЕ-63 Ну Допустим Ладно, нормально ЛХ-570 за 7800 Немножко даже Многовато Но пойдёт Ф-02 740 У нас чё-то, блядь До рестайлинг Что-ли ещё Ну, это прям, да Это, кстати, тоже перебор Я считаю Ну, блядь же Смотри, какая модификация В каком состоянии Ну, честно, такое Ладно Grand Cherokee Trackhawk За десятку Это мощно Хотя он новый Примерно столько и стоит Escalade ESV За 11300 Это перебор Это прям реально перебор Так что, друзья Три машины у нас теперь есть Ну, тут, ладно Тут, на самом деле, можно скинуть На то, что эта тачка реально редкая Мы не будем её брать в учёт Она, хотя, весьма странная На сервере Она ни хрена не едет Стоит столько денег Ну, да ладно Шерон мы не берём в счёт Потому что 50 лямов Это весьма дёшево За него RS7 за 5300 Норм XC90 дёшево X6M Нормально Cayenne Нормально Ешка А, всё У нас пошло по кругу Итак, друзья Что мы имеем Мы имеем три переоценённых машины Как, ну, по мне лично Это у нас Stinger Это у нас Q7 Первого поколения Рестайлинг И Cadillac Escalade ESV А вот тут уже Раз мы выявили три машины Честно говоря Я думал, что выявлю Одну только Которая прям реально переоценённая Мы Я думаю, что спросим у Siri Потому что Ну, давайте, да Спросим у Siri Это будет справедливее Итак, значит Первая Stinger Вторая Q7 И третья Это у нас Escalade Давайте узнаем Какую машину Сегодня переоценённую Мы покупаем Серёга Выбери, пожалуйста Число от 1 до 3 Ответ 2 Слушайте Ну, на самом деле Справедливо Потому что Я, честно На своё усмотрение Тоже считаю Что если уж прям вообще Вот прям считать Переоценённо Это действительно Наверное Q7 Потому что Вот это поколение Даже рестайлинг Даже 6-ти литрового У нас, кстати Такая как раз таки Версия есть Она уже не продаётся Давно Новый И как бы С пробегом Её можно Ну, в идеале Найти за 3 Это прям будет Будет вообще Такое состояние Я не знаю Космическое А так вообще В принципе 2 Это вполне нормальное Состояние Будет за 2 миллиона То есть 5700 Это прям перебор Поэтому, друзья Давайте чёрного цвета На самом деле Я очень много Задумывался о том Чтобы купить Q7 В12 Потому что Честно Это уникальный мотор Который Мне хотелось Много раз попробовать Но Конечно бы Если бы зашла речь О покупке За 5 миллионов 700 тысяч Я бы его никогда не купил Ну да ладно Итак, друзья У нас в розыгрыше Q7 Тот самый 6-ти литровый дизель Который уникален Реально Потому что Ну, блин Такого Ну, как бы Я не знаю Только на американских Пикапах Каких-нибудь Можно встретить Такой Больше Объёмный дизель Так что, друзья Прямо сейчас Мы покупаем Эту малышку Которая реально Переоценена Но Возможно Она неплохо едет И тем более После тюнинга Вообще В принципе Этот мотор Реально неплохо едет Но может быть Он тут вообще Какой-нибудь читерский Потому что 5 миллионов 700 тысяч рублей Это реально Очень много Давайте Давайте же Её купим И узнаем Что же там На самом деле Ну что, друзья Пока я торчал В автосалоне Погодка наладилась Крыша уже Нигде не течёт И, соответственно Мы делаем Первое открытие Нашей Ой, что я делаю-то Первое открытие Нашего Дорогого Ку-7 Который не стоит Своих денег Но, тем не менее Возможно По технической части Он именно Таки будет хороший Итак, друзья Ну что Так Ага Ставить ключ Отлично Заводим Так Ну что я могу сказать Пацаны Не, ну согласитесь Этот кузов В принципе Выглядит симпатично То есть Вот этот вот Ку-7 Первого поколения Особенно рестайлинг Когда они там Доработали оптику Уже как бы Она не так выглядит Древней Хотя эта машина Была выпущена В 2006 2007 году Да, по-моему Где-то примерно так И честно Уже устарело То есть Представьте, да То есть В рестайлинге Там была изменена Оптика Там бампера Чуть-чуть Мультимедиа А в целом Осталось все то же самое То есть На данный момент Грубо говоря Этому кузову Уже почти 15 лет Вы прикиньте Вот этой тачке Грубо говоря 15 лет Ну именно Если мы говорим про кузов Ну что Малышка Удиви меня Хотя бы тем Как ты едешь Но особо Она меня не удивляет Хотя знаете Опять же Для Ну весьма реалистичная Я думаю что примерно В12 дизель Примерно вот так вот и едет После 180 Он всяко уже сдуется Весьма реалистичный Хендлинг Могу сказать То есть Мне нравится Как она едет Ну Слушайте Не знаю Мне все равно нравится Этот кузов То есть Он выглядит Как по мне Симпатично Весьма И 210 максималка Ну Мне кажется Что конечно В12 поет побыстрее Хоть это и дизель Максималочка Я думаю что у него Где-то в районе 230-240 Но друзья Вы знаете что Я просто так Не могу эту тачку Отдать в розыгрыш Мне надо ее протюнить И мне кажется Что ситуация поменяется Весьма Весьма прилично Потому что Ну Stage 3 Я думаю что сейчас Где-то максималка До 260 Точно должна возрасти И это уже будет Более Приятная машина В управлении Слушайте Ну 5700 Конечно Она не стоит Ну прям Это конечно Прям перебор Ну типа Вот Ну надо было бы Ее конечно Сделать подешевле Не знаю почему Чем Руководствовались Разработчики Радмира Когда ставили такой прайс Ну конечно не В12 безусловно Это весьма эксклюзивная тачка Которая Ну которых не так много И в реальной жизни Я думаю что вы тоже Не так часто их встречали Хотя они существуют Конечно безусловно Их можно встретить Это не какая-то там Я даже не знаю С чем ее можно сравнить Ну то есть это в принципе Такая вариация Которая встречается На улицах Наших городов Но Не так часто Как какой-нибудь там Трехлитровый дизель Тот же например Эх Ну Мне кажется что Эта машина Вряд ли когда-то появится В моем автопарке Потому что я Как-то знаете У меня был Туарег Трехлитровый дизель Это получается Было два года назад Даже чуть больше уже И вот честно На тот момент Я задумывался О том чтобы Купить именно Q7 Именно 12 цилиндровый Но Меня честно говоря Какие-то моменты Я не знаю Ну во первых Это конечно Очень старый автомобиль Уже даже тогда Два года назад Это уже ну прям Вообще прям Древний Древний Я не знаю что Просто очень древняя тачка Во вторых Как бы 12 цилиндров Это Ну как бы дизель Ну и сам по себе То что мотор 12 цилиндровый Это ну как бы Всегда Геморрой И как бы Ну на самом деле Эти машины ходят Весьма неплохо Как Я даже не знаю С чем их сравнить Но Но они ходят То есть они не прям Ломучие-ламучие Но есть свои нюансы Короче друзья На самом деле я рад Что Именно Q7 сегодня Потому что тачка Реально уникальна Вот блин Ну 12 цилиндров На дизеле Вы прикиньте Просто в обычном Кроссовере Тачка заслуживает Внимание В любом случае Поэтому друзья Кто-то станет Счастливым обладателем И на всякий случай Пока мы получаем номера Надеюсь они будут Какие-нибудь прикольные Может быть 0.12 Или там 0.07 Ну это конечно мечты Я на всякий случай Напомню друзья Как же Стать Участником Как поучаствовать В розыгрыше На эту тачку Нужно всего лишь На все поставить лайк Этому видео Подписаться на мой канал Если вдруг еще не подписаны По ссылочке в описании Перейти в мою группу ВК И сделать репост Этого видоса К себе на страницу И собственно Примерно там Через 2 недельки Я думаю что мы подведем итоги Так друзья Ну что давайте узнаем Что за номер ТВВ Девять Пять Восемь Да Девять Пять Ну такое Ну прям такое Ну почему Ребят Ну когда наступит тот момент Когда мне выпадет что-то нормальное Ну это уже не смешно Потому что на номера Какое-то Ну реально безумие Просто Мне просто не везет по номерам И я не могу ничего нормального выловить Слушайте ребят Ну вот прям в черном цвете Он смотрится очень даже неплохо Прям вот Еще же была версия Патрик Хельман Эдишн Которая включала в себя Там Какой-то по-моему Эксклюзивный Цвет салона Задние фонари Прозрачные Не красные А именно белые То есть они были Ну такое на самом деле Мне не сказать что нравится эта версия Но типа Такая тоже вариация была Но как бы Вот я на тот момент Когда у меня был Туарег Я честно говоря Думал даже вот обычный Как бы В12 Живой найти И как бы Блин Было прикольно Но сейчас я не знаю что должно случиться Чтобы я захотел эту машину Потому что Ну Она на самом деле бесполезна Если так уж честно говоря Потому что Дизель этот будет жрать Очень прилично То есть суть дизеля Это в чем В том чтобы экономить топливо Но Как бы В этом случае это Бля Че он не поставился Ну е-мое Выхлоп Поставься пожалуйста Не хочу чтобы он торчал Куда-нибудь прячься Вот по-братски Ну куда-нибудь Блядь Ну Во Нормально Отлично Так ребят Сразу не мелочимся Просто турбину Ну Не важно что там в принципе Как бы дизель Понятно что не атмосферный Ага Вот так Да в смысле Там же было написано Что нормально все Эй давай-ка ставься Ты че там В смысле нормально все будет Ну Во Все Ничего не торчит Не торчит Отлично И Сверху еще нагнетатель Нормальная ситуация в принципе Так Все Отлично Итак друзья Стейдж 3 сделан Давайте узнаем Что же Поменялось Я думаю что на самом деле Многое Потому что эта машина Намного должна стать Приятнее В динамике Ну она кстати Не дубовая в управлении Я могу сказать Ну блин Она не стоит своих денег Реально Если учитывать что она стоит Блядь Почти 6 лямов Слушайте ну да Бодрее она стала Конечно намного Я не знаю сможем ли мы максималку проверить Опять скорее всего нам дороги До разомаса не хватит Но Блядь Немножко она конечно валкая такая Но по управляемости Я думаю что она более валкая будет Прям вот прям максимально валкая Но она в принципе вруливается в повороты Да 200 мы прям ускоряемся В пределах города И это круто Потому что До этого Ситуация была Более хуевой И как бы тачка прям Ну блин Ну блядь Она реально вот Мне кажется это одна из тех машин Которая не стоит своих денег Я не знаю как едет стингер здесь Я на нем никогда не катался Может быть он неплохо просто едет сам по себе И как бы не важно что он стоит реально как бы Ну многовато Но может быть он там Не знаю цепляет тем как он едет Кстати салончик Ну блядь Ну как бы Ну вы видите да То что для 2019 года здесь Кстати у нас такая комплектация неплохая Смотрите Bank & Dolson Динамички Ну такая неплохая Ну то есть максималочка в принципе да Маленький экран Уебищный на самом деле Это система MMI первого поколения Она конечно такая прям Очень отвратительная Ну все очень просто в салоне Прям максимально Ну и вид Не на самом деле вот рестайлинг За счет своей оптики Че чувак едет по встречке я честно говоря не понял За счет своей Оптики он Как бы еще выглядит Относительно свежо Но если мы говорим про дорест Он конечно прям Эээ, он уже настолько устарел Прям вообще Ребят, 260 я там прогнозировал, да, скорость Но, походу, я погорячился Потому что 240-то она едет И больше, едет больше 245, но 250-то поедет Давай, 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 малышка, давай Давай, дизель 12 котлов, ну, ебошь прям на полную Ну, чё ты, а? Короче, ребят, еле-еле 250 Не знаю, у меня, конечно, двоякое мнение Насчёт этой тачки, потому что Стоит она реально до хрена После тюнинга ситуация поменялась В плане разгона, максималка Ну, кстати, возможно, 260 на каком-нибудь прямичке Можно будет выжить, но это прям будет предел 253 она едет Да, возможно, 260 поедет Слушайте, ну, смотрите, я заруливаюсь в повороты на такой скорости И это, кстати, достойно, учитывая, что у нас как бы Не спортивная малышка, а реально такой Большой сувчик Который, в принципе Не, ну вот так вот с мордой он, конечно, смотрится лучше, чем жопа Вот тут вот прям вот так вот нормуль Так же, друзья, тачка находится в розыгрыше Мне кажется, достойная машина Которая стоит прилично бабла Неоправданно, но стоит Этих денег, и как бы Ну, кто-то её получит Так что, друзья, участвуйте, выигрывайте Всем желаю удачи, огромное спасибо всем за просмотр Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал Что тут впервые, не забывайте оставлять комментарии До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Блядь, засмотрелся Всё нормально Всё окей, всё под контролем Возвращаемся на дорогу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok